МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Добрый вечер". В прямом эфире ток-шоу Владимира Соловьёва. Поединок. До выборов президента России осталось полтора месяца. Пока зарегистрировано кандидатов четверо. Вчера в Центр избирком поступили тонны ящиков со списками людей, поддержавших еще троих претендентов. Политический спектр желающих управлять страной довольно разнообразен. От коммунистов до либералов и весьма представителем. Премьер-министр, губернатор, лидеры крупнейших политических партий и известный бизнесмен. Старт президентской гонки еще не дан. Но яростные споры о том, кто главный конкурент Путину и кто более всех соответствует чаяниям граждан, недовольных ситуаций уже начались. Я объявляю войну, вранью, безответственному популизму и пустым невыполнимым обязательствам. Это делают все политики, особенно те, которые сидят в Государственной Думе и обслуживают нынешнюю власть. Я первый независимый политик, который будет говорить правду. И только правду. Независимости от того, какая жесткая и непопулярная она будет. На декабрьских выборах, тандему и Крублевскому фронту не хватило сил для того, чтобы одержать победу. Мы победили этот блок практически во всех крупных городах и наукоградах. В данном случае они бросают в бой свою олигархию, которую выращивали 20 лет. Но уверен, победит народная власть. На поединок вызывается претендент в кандидаты на пост президента России бизнесмен Михаил Прохоров. На поединок вызывается кандидат на пост президента России лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашей уже начавшейся дискуссии. Звоните, присылайте сообщения, голосуйте за того из оппонентов, позицию которого поддерживаете. Сегодня у нас представлены мужчины в трех типоразмерах, так что я буду аккуратно подходить к каждому. И господа, у вас выединок. Но только один в тяжелом весе. Ну, вы знаете, это то, что, к сожалению, приходит с годами и в ресторане. Итак, начинаем. Я думаю, что по весу мы... Давай. Михаил Дмитриевич, прошу вас, начинайте. Наша страна – это страна для великих дел. Это страна неограниченных возможностей. Мы яркие, талантливые люди. Мы модные, у нас все получится. Но у нас никак не хватает почему-то реализовать свой потенциал. И я убежден в том, что придя в политику, я этот потенциал реализую. Михаил Дмитриевич, политика – тоже большое искусство. Поэтому страна наша развивается тысячу лет. И был период, когда она из распавшейся империи превратилась в суперсверхдержаву, с которой считались все в этом мире. Она победила фашизм, она прорвалась в космос, она создала ракетно-ядерный паритет. Но последние 20 лет, изменив лучшим идеалом труда, справедливости, народовластью, уважение дружбы народов, она стала разваливаться и рассыпаться, в основном создавая олигархию и обирая граждан. Я считаю, что пришло вновь опять поднять флаг справедливости и дружбы народов и поддержать человека труда. И тогда у нашей страны все получится. Вы знаете, удивительная вещь, почему вы все время приватизируете нашу победу? Она всем принадлежит. Это вы не подготовились к войне. Вы 70 лет были у власти. Вы развалили великую страну. До вас это сделал только Николай II. Он еще больше уменьшил территорию. И те 20 лет, которые мы пытаемся, наше поколение, вывести эту страну из кризиса и нашу страну из кризиса, хотя вы нам мешаете, продавая голоса и сидя в Думе регулярно торгуя, мы сталкиваемся постоянно с этой проблемой. Но тем не менее, мы это сделаем все равно. Только наша фракция сохранила дух народовласти. Только наша фракция выступала все 20 лет против этого курса. Только мы объявили импичмент Ельцину, и если бы Жириновский не вильнул, давно бы изменили курс. Только мы предложили новую программу вывода страны из кризиса. Я ее официально вам сегодня предъявляю. Она опубликована в газете «Правда» в Советской России на всех сайтах. Я читал ее ваш программу. Никаких других программ у нынешних кандидатов в президенты, включая вас и Путина, пока не обнародано. Советую всем изучить, познакомиться и обсудить дома. И тогда вы увидите, поддержка будет не только массовой, а политика будет реалистичной и очень эффективной. Вы поймите, я в школе хорошо учился. И «Плач Ярославный» я читал. Вот ваша программа – это чистый «Плач Ярославный». Извините, конечно. Но других слов у меня нет. Давайте по-честному. Николай Андреевич, ну вы 10 лет работали у архитектора перестройки, у Яковлева. 10 лет вы занимались идеологией. Чем вы занимались? Вы занимались идеологией, которая как раз нашу страну, большую страну, развалила. Потом вы предали своего учителя. И тем, честно говоря, занимаетесь очень успешно этим последние 20 лет. Я считаю, что вы один из самых успешных сотрудников Кремлевской администрации. Вот посмотрите, ставьте статистику. Вот Ельцин у Горбачева почти ничего не взял. Он взял только вас. Потому что вы реально эффективный человек. Вы замечательно на левой идее умеете сделать неплохой бизнес. Затем вы по наследству перешли к Владимиру Владимировичу Путину. Он вас тоже замечательно использовал. Когда я стану президентом, вы мне поставите в тяжелое положение. То ли брать вас, то ли с почетом отправить на пенсию. Пока не знаю, если честно, не решил. Михаил Дмитриевич, вы никогда не станете президентом. Между... Вы сильно ошибаетесь. Между вами и народом огромная пропасть. Даже между вами и средним малым бизнесом тоже такая же пропасть. Вы присвоив гигантскую собственность, меньше чем за 2% ее реальной совести, сидите и паразитируйте на этой собственности. Вместо того, чтобы ее хотя бы из 18 миллиардов 15 передать для развития производства, вы сегодня эти деньги выбрасываете в совершенно ненужную выборную кампанию, для того, чтобы все проделки нынешней власти, того же правительства Путина прикрыть. И как и в 96-м году тогда слева Федоров говорил о социализме, а справа Лебедь, потом Лебедь 14% отнес господину Ельцину и тем самым перевесил второй тур. Вы, понимая прекрасно, что второй тур неизбежен, назначен специально Путину для того, чтобы запутать граждан страны и превратить эти выборы в посмешища. Что касается господина Якуля Горбачева, вся страна знает, что архитектур развалин, подготовленный мной и прямое обращение к стране выгнать немедленно Якуля Горбачева, все читали, за это меня дважды разносили на политбюро. А мое слово к народу, за которое мне обещали 10 лет тюрьмы, прямое обращение к гражданам, когда разваливали СССР и Компартию, оно и услышали, но, к сожалению, тогда еще не были отмобилизованы и не понимали, что под флагом демократии и социализма идет не просто буржуазия, идет коррупция, бандитизм, преступность и развал великой страны. Правильно, вы за нее как раз и голосовали. Вы поддержали Беловежские соглашения. Я не голосовал, я не был депутатом Верховного Совета. Ваша партия это все поддержала. Это у вас ложные представления. Это у вас ложные представления. Давайте про деньги поговорим. Я согласен. Я расскажу, откуда у меня деньги. Михаил Дмитриевич, я предлагаю вернуться к сегодняшним проблемам, и давайте попробуем вместе найти решение. А мне очень про деньги понравилось. Как передать власть и собственность народу. Геннадий Андреевич, я предлагаю объединить. Давайте сначала послушаем про деньги Прохорова, а потом решим, как их вместе с властью передать народу. Это правильно, это хорошее предложение. Ваша партия бросила заводы, бросила фабрики, бросила целые города, бросила наших граждан. И все это валяло. Вы их просто так подобрали. Мое поколение пришло. Мы были молодые, неопытные. Мы взяли ответственность за людей. Восстановили эти заводы, фабрики. Раньше они стоили ноль, минус. Год люди не получали заработную плату. Полмиллиарда долларов на рейс Кинкель был в убытках. Мы за него заплатили деньги, но мы заплатили за то, чтобы иметь возможность спасти наших людей, которые в этот момент не имели лекарств, не получали заработных плат. У них не было возможности ходить в детские сады, там не было света. Это наше поколение сделало. В этот момент вы просиживали штаны в Государственной Думе и рассказывали про светлые истории. Мы в этот момент работали по 15-20 часов в день. Вот оттуда у меня деньги. Но начал я работать в институте. Я разгружал вагоны, потому что у меня не было денег. Но не в институте вы разгружали вагоны. И в институте тоже. После лекции мы разгружали вагоны. То есть это не институт по разгрузке вагонов? С собственностью институтской. После института или до института. Я разгружал вагоны. Потом я занимался малым бизнесом. Затем я создавал банки с нуля. Это я все сделал вместе со своей командой сам. Мне никто не помогал. У меня не было богатых родителей. Вот откуда у меня деньги. Я шел последовательно. Михаил Владимирович, а можно назвать еще фамилии вашего поколения спасшие заводы? Хлопонин. Кто там еще был пофамильный спасавший завод? Хлопонин. Нет, Хлопонин это из вашей команды. Потанин, Хлопонин, Прохоров. Помню. А вот там еще было несколько спасителей. Нет, по-моему там был еще Абрамович Березовский спаситель Сибнефти. Нет? Но это было, это же тоже поколение. Как раз они в один заход спасали. Подождите. Не было? Есть хорошие рабочие, есть плохие рабочие, есть плохие собственники, есть хорошие. Разные, извините. Ну, просто это было то поколение, которое спасало рабочих нефтяников. Володя, Володя, насчет хороших собственников. За 300 миллионов долларов, которые Минфин перечислил, в общем, Прохору, они приобрели огромный норильский никель. А вы почему не взяли? Затем оценили в 15 миллиардов долларов. После этого разделили ее пополам, вот отсюда основные капиталы, а не от разруженных вагонов. Там платили десятку, хватало на неделю и не больше. Это вам платили десятку, вы плохо разгружали. Я тоже разружаю. А я получал 30 рублей. А что касается... Я разружал хорошо. Я так чувствую, что сейчас все люди, разгружающие вагоны, побегут норникель покупать. Я предлагаю, предлагаю перейти к обсуждению, каким образом... Нет, я просто с большим интересом слушаю историю страны. Я предлагаю свой вариант решения этих задач. Я просто, знаете, сейчас с таким интересом слушаю, потому что я в это время жил и все это хорошо помню. Так интересно это... Михаил Дмитриевич, я просто вам могу предстоит звание народного сказочника. Мы с вами вместе... Мы с вами не разгружали вагоны, это я точно скажу. Извините. Нет, я понимаю. Может быть, стояли бы здесь сейчас. Нет, 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 спасибо. У меня есть принципы. Я государственное не беру, чужое нельзя. Я государственное не брал. Это была брошенная собственность. Кем? Вот. А вот Ермольник сейчас Мерседес бросил у входа в студию. Это же не брошенная собственность Ермольника. Я на нее не претендую. Слава Богу. Михаил Дмитриевич, вы знаете, как дела... А вы, кстати, почему не взяли Норникель? Почему вы оставили молодому поколению? Не успел, они уже захватили вместе с Ермольцем. Надеялись на красных директоров, которые все развалили. Кстати, коммунисты. Да, Геннадий Анатольевич? Я не отстил. Ну как, Геннадий, ну скажите один раз правду. Ну не получилось. Извинитесь перед нашим народом. Господин Прохоров знает, что грядет вторая волна кризиса. Что в результате первой наша страна из двадцатки ведущих под руководством таких бизнесменов и правительство провалилось ниже всех. Она в двадцатке последней, среди нефтедобывающей последней и в брики последней. Но считай, что мы еще и в восьмерке, то мы и в восьмерке последней. И в восьмерке последней. Которую пробили американские банкиры. Что крупные и сильные страны Германия и Франция не справляются пока с долгами Греции. У нас положение на порядок хуже. И эта волна к нам накатывается. Я приглашаю. Михаил Дмитриевич, приглашаю обсудить проблему. Какую? Каким образом мы будем ремонтировать сгнившие сети под их руководством, развалившиеся дома и провалившие дороги. Каким образом 80% полунищего населения обеспечим нормальные зарплаты, пенсии, стипендии. Что сделать для того, чтобы миллион восемьсот тысяч студентов, окончив наши вузы, каждый второй платил, нашли работу на одно рабочее место всего семнадцать заявлений. Я приглашаю его обсудить проблему. Почему за эти двадцать лет под руководством таких олигархов страна потеряла пятнадцать миллионов человек, из них четырнадцать с половиной миллионов русские. Почему русские области вымирают два-три раза быстрее. Я приглашаю обсудить готова реальная программа и сильная команда. Он говорит насчет Думы. Неужели он считает, в Думе просто так сидит Нобелевский лауреат Жарес Алферов в нашей фракции, человек, который возглавляет главную энергетическую комиссию в мире. Почему сидит Мельниковый, один единственный из Думы за пятнадцать лет возглавлял комитет по науке высоким технологиям в Совете Европы. Почему там работает Сапко, он здесь один из лучших предпринимателей Подмосковья, которого возглавил промышленный комитет. Почему наша фракция... А Сапко тоже подобрал на залоговых аукционах? Нет, нет. Случайно брошенный собственность. Он боролся честно и достойно. Кстати, с ним Бронцалов, чтобы его не пустить в Думу, сто раз судился. Это местный московский олигарх московского разлива. После того, как Бронцалов сто раз судился, олигархом стал судья. По развитию станкостроения, машиностроения, робототехники, авиационной промышленности. Он уходит от обсуждения насущных вопросов. Я вам поведу практический пример. Так он просто не успевает ответить? Вы же не даете сказать. Не даете? Дайте я скажу. Они с Путиным предлагают второй вариант приватизации. Это означает приговорить окончательно Россию. А Путин знает, что он с Прохоровым предлагает? Мы предлагаем провести национализацию минеральной сырьевой базы, в том числе и на рынке. Можно вопрос? Не только вопрос, но и ваше время. Смотрите, давайте мы спросим, что такое национализация? Это выкуп по рыночной стоимости. Вы это имеете в виду? Нет, вы имеете отъем. Вы имеете отъем собственности. И будете отбирать заводы и фабрики. У меня будете пытаться отнять. А ваши сатрапы будут отбирать квартиры, земельные участки, дачи. Это так было в Советском Союзе. Что вы мне рассказываете? Мы ничем не владели. Я все читаю. Просто я не ходил в цыковские буфеты, как вы. А я стоял с талонами за питание, в очередь и за продовольствием. Поэтому вашу экономику я прекрасно помню. Замечательная экономика. Не дай бог так жить. Вот не дай бог. А теперь конкретно я очень уважаю Жереса Алферова. И я вместе его с учениками, Максимом Наблюдовым, создал суперсовременное предприятие, которое упускает современные светодиоды. Я с собой лампочку захватил. Она служит 15 лет. Вы прямо как Чубайс. Он тоже сюда с лампочкой ходит. Подождите. Есть герой Ленин. Вот ленинская кепка вам мешает солнце видеть. Снимите ее. Мы создали современную лампочку. Она будет светить еще 15 лет. Вы серьезный человек. То есть вы будете... Переходите на серьезный разговор. Да, пожалуйста. Да, да. Я же вас не упрекаю. Можно передать. Да, да. От Ильича до Паралича. Да. Понимаю. Она будет светить еще все 15 лет, которые вы будете еще выставлять в вашу парчу. Володя, это вам дарю. Спасибо. 10 лет назад подарил похожую лампочку. Да вы что? Она еще лучше светит, ярче, интереснее. Я вам пришлю еще кабинет повестки. И наша лампочка в три раза дешевле, Володя. Наша лампочка в три раза дешевле. Придет Жириновский, за часы отдадите. Хорошо. У вас должок, да. Хорошо. А теперь все-таки возвращаясь к сути, потому что пока я вижу, как вы убедительно друг друга уничтожаете. Нет, нет, нет. Но не понимаю одного, что будет... Мы спорим, спорим. Извините, я пока так и не услышал, что будет со страной, если кто-то из вас станет президентом. Вот как вы готовы изменить жизнь страны не на уровне заявлений, как стать от хомячков ежиками, а вот какие нужны конкретные шаги для того, чтобы люди поверили и почувствовали. Вот тезисно. Отлично. Первое. Изменить политическую систему страны. Там нет конкуренции. Сидят думские и кремлевские партии, никого не пускают. Я сделаю такое заказательство, что каждая партия может участвовать во всех выборах. И тогда ваше место будет не в Государственной Думе, а где-то немножко подальше. И слава Богу. Я верну доверие наших граждан к власти. Это первое. Второе. Я иду бороться за пост. Мне нужны деньги. У меня все уже есть. Поэтому я точно знаю, как победить коррупцию. Я приведу с собой сильную команду, которая не берет деньги, и мы быстро преодолеем это зло. Третье. Основой нашего государства должно быть отношение к человеку. Нет, я понял. Берлуску не тоже так в Италии говорил. Я говорю, богатый, денег сколько хочешь. Пришел, начались проблемы. А долгу сколько набрал? Конкретно. Сейчас мы сделаем. Нет, нет. Я понял. Конкретно мы сделаем следующий вопрос. Деньги не нужны, то есть просто схему понять. Вот как побороться с Россией. Экономическая амнистия. Надо дать возможность людям, те, которые наворовали, давайте откровенно говорить, заплатить налог с этого, чтобы все публично знали. Покажите пример, прям со всех 18 миллиардов. Я самый крупный налогоплательщик страны. Самый крупный. У меня в декларации 8 миллиардов долларов. И на мои налоги содержится 100 тысяч. Но в Форте написано 18. Как правильно считать? Не читайте большевистских газет. Это не большевистская газета. Это большевистская газета. Вы там должны быть впереди меня, по тому бизнесу, какой вы устроили по продаже голосов. Да чушь вы говорите. Да абсолютно точно. Полную чушь. Слушайте, ну я-то точно знаю, о чем я говорю. Ну ничего вы не знаете абсолютно. Что? Но если вы точно знаете, сколько продал, сколько денег получил, кто по продажным спискам? Я когда работал в банке, ходил кассир, фамилия Ведьманов, бегал, просил кредиты под Минфиновские гарантии за торговлю по бюджету. Но мы в банковском сообществе все время смеялись. Кредитов не давали. Так если вы не купили, так что же говорите, что он продажный? Кто-то ж купил. Слушай. Но вы же знаете, что сообщество смеялось. Я знаю, кто продал. И ничего не купил, и кредит не дал. Фамилию не могу сказать. Уважаемый человек. Ну как может уважаемый человек и купил? Ну места в Думе хоть кто-то купил? Ну конечно. Ну назовите фамилию, хочу посмотреть в глаза. Счетчик влючит, Геннадий Андреевич. Я так не буду покупать. Ну назовите, назовите. Давно бы уже это самое. Ну назовите фамилию, кто купил место? Знаю. Слушай, Володя, вы задали... Который покупал место, Геннадий Андреевич потом... Володя, моя очередь ответить, что следует... Вы кому места продали? Да, слышите. Полные чувства. Понятно. То есть не продавали? Уходит от главного вопроса. Страна износилась. Долгово набрали корпоративным на 14 уже миллиардов больше, чем золотовалютные резервы. Если цена на баррель-нефти упадет к 80 долларов, нынешний бюджет, принятый Путиным, подписанным медведем, разваливается сразу. Полная чушь. Нечем будет... Это полная чушь, что вы говорите. Нечем будет платить стипендию. Ну вы слушайте, зачем вы перебегаете? Я не могу это слушать. Поэтому... Он как профессиональный... Ну если не хочет слушать, я процитирую президента. Президент вышел и сказал, что лично коммунальная реформа стучится, коллапс наступает. В шесть раз увеличился объем веткового жилья. Срочно надо вкладывать 450 миллиардов. А это правда. Вкладывают в три раза больше. На этот год уполовили еще. Дальше за два года еще минус из этой статьи 100 миллиардов. Это означает, надо ремонтировать, а 40% граждан живет в хрущевском жилье. Что делают? Сдувают цены на энерготарифы, сдувают цены на пенсионерку. Как я живу, я знаю. Делать что? Национализировать всю минеральную сырьевую базу. Это почти 10 тысяч рудников. Из них только 416. Принадлежит народу. И доход по этой статье олигархии в 400 раз больше, чем граждан страны. Это позволит удвоить бюджет и отремонтировать. Отлично. А что мне нравится, как экономист? Это первая статья. Первая статья. Смотрите, логика отличная. Первая. Вторая статья. Золото-валютные резервы отличаются от 14 миллиардов. Ваши отбираем, уходим в ноль. Не отбираем. Потрясающе. Выносим неравантный референдум. А, референдум. И убираем. Провели его. 10 миллионов человек провелствовали. Грабеж средь бела дня. Нормально. 96 человек в годы поддержали наше решение. Я вам скажу больше. Если я проведу народный референдум, по которому скажу всех депутатов Госдумы расстрелять, а их имущество раздать бедным, 98 из 100 скажут отличные деньги. Не-не-не. Наш народ вообще любит отбирать. Присаживайтесь. У вас есть возможность побеседовать с вашими замечательными секундантами. А я пока отправлюсь к нашему третейскому судье. Значит, нужна, конечно, конкретика. То есть нельзя сыпаться по конкретным вопросам. Вот я бы сходил ответить. Базар и ни одного конкретного вопроса. Нет, но был конкретный вопрос. Что мы хотим делать? Мы говорим, что да, мы конкурентная среда, мы боремся с коррупцией. Как? Вот так же, как, например, это произошло в Венгрии и в Грузии. Мы приводим с собой компанию, которая не ворует. Кто? Никогда не воровал. И не было ни разу такого доказательства. Я поспочил бы, чтобы мой... Дальше. Он в одном из двух случаев, когда говорит о вашей предвыборной программе, говорит неправду. Либо он ее все-таки не читал. Не читал. Либо он ее читал, но тогда он неправильно толкует ее содержание. Никакого плача Ярославной там нет. Там, наоборот, очень жесткая позиция и совершенно конкретные предложения, начиная с ремонта политической системы. Совершенно точно. Совершенно точно. Я думаю, что... Говорите это. Говорите это. Говорите это. Сколько было конкретно сотрудников ЮКОСа во фракции КПРФ. Это абсолютно нормальная, известная информация. И сразу же разговор в конкретное русло переходит, и вы его тут же имеете возможность обвинить. Так все хорошо. Нет, нам сейчас надо просто перейти на конкретную президентскую схему. Не давайте ему вводить вас в эту коммунистическую деману. Одной простой причиной. Он хорошо знал Анатолия Борисовича Чубаев. Да, да, и вместе с Ельцином делили все эти жирные куски. Кстати, Чубаев еще и Закяна прислали шесть специалистов, они затребовали весь список наших предприятий и своей рукой поставили стоимость меньше трех процентов реальной стоимости. Он Норильский никель отхватил за два процента реальной рыночной стоимости. А сейчас подает, что он его... Сегодня наш третейский судья, поэт и публицист Юрий Коблановский. Здравствуйте. Юрий Михайлович. Ну, во-первых, приятно, что оба говорящих. Тем более, сегодня некое открытие Михаила Прохорова в новом жанре, в прямой живой дискуссии. Конечно, это интересно узнать его, так сказать, мнение о текущем и о прошлом, хотя уже мы видим, что много мифов. Вот он, например, сказал, что он хорошо учился в школе и тут же сказал, ладно, наплевать на плач Ярославный, что большевики уменьшили территорию, в конце концов, России, так же, как Николай II. Честно сказать, я никогда не слыхивал, чтобы Николай II уменьшил территорию России. Это, не знаю, в какой советской школе этому учили, хотя, конечно, в советских школах оговаривали последнего царя. Причем я заметил такую тенденцию, если раньше про Николая говорили все, что он кровавый, теперь его презирают за либерализм, что не расправился, что... Не задавил. Да, 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 да. Вот это заметно, такая переменная отношения к Николаю. И не легает его только ленивый уже из либералов, но уже за недостаточную жесткость. Как вам показалась вот сама дискуссия? Ведь все-таки нам сегодня... У нас сегодня день знакомства с двумя кандидатами в президенты. Ну, вы знаете, достаточно и с той, с другой стороны, демагогии, конечно. Потому что ту картину, которую рисует Жюганов о якобы Великом Советском Союзе, который непонятно кто погубил в одной части, это лжекартина. Мы знаем, что Советский Союз это злая пародия просто на традиционную Россию. И большевистский переворот уничтожил, изничтожил русскую цивилизацию. И потом возник кровавый, пыточный режим сталинский, который постепенно трансформировался в хрущевизм и дряхлел. И действительно рассыпался очень скоро. Если считать, что советская цивилизация это особый род цивилизации, а на это большевики и претендовали, кстати, то в истории мировой не было цивилизации, столь мало существовавшей, всего 70 лет. Понимаете? А Прохоров как вам? А Прохоров, Прохоров учится и тоже, конечно, я совершенно иначе представляю события 90-х годов, чем то, что говорит он, понимаете. Гораздо откровеннее его, по-моему, тот же Ходорковский, который говорит, что мы рассматривали Россию в начале 90-х годов как поле для охоты. Вот поразительное признание. Действительно опросталось поле для охоты после отряхления СССР. И на это поле вышли более-менее успешливые мародеры. И началась Великая криминальная революция. То есть народный подъем, который был конца 80-х, начало 90-х годов, именно смела Великая криминальная революция. И народ почувствовал, что с самого верху идет тотальная несправедливость. И началось тогда вот то моральное разложение, последствия которого ощутимы и по сей день. Так что я не могу по душе согласиться ни с тем, ни с другим, по-моему. Спасибо, Юрий Михайлович. Не уходите далеко, продолжайте голосовать. Уже совсем скоро второй раунд. Прошу. Мы начинаем второй раунд, и в поединок вступают сторонники оппонентов. Прошу. Ирина Ясина, журналист. Геннадий Андреевич. За последние 20 лет у нас худо-бедно сменилось три президента. Ну какие-никакие, а все-таки другие. А вы тот коверный, который 20 лет на одних и тех же подтанцовках. У меня один вопрос. Вам не надоело самому быть все время вторым? Говорят, что вы даже не хотите выиграть, то есть не хотели раньше. Хотите или не хотите, ну как-то неубедительно все это получается. Программа абсолютно устаревшая, замшилая. Лозунги, ну если даже не 20-го, мне кажется, 19-го века. Я, вы знаете ли, экономист по образованию и марксистско-ленинскую политэкономию учила в университете в советское время. Но вот все из того времени. Вы на кого рассчитываете? Вот с этой абсолютно устаревшей замшелой программой. И не надоело ли вам этим заниматься? Ирина, похоже, что вот именно такие экономисты угробили мировую экономику. Взорвался кризис, кризис, кризис начался. В Олд-стрите, с банков, которые имели столетнюю стою. Геннадий Андреевич, не перейдем. И этот мыльный пузырь финансовый огромный, который надули, он там взорвался и накрыл всю планету. И не как ваши экономисты, в том числе... Ну, дослушайте, вы задали вопрос. Ну, да, ведите себя корректно, я отвечу вам с удовольствием. Никак не справятся с нынешними трудностями. Я это видел и за океаном, и в Европе. И, к сожалению, продолжается, пока не нашли решение и ответ, каким образом. Ответ есть. Его предлагает мировая история. В данном случае, кто является локомотивом сегодня, вытаскивая мировую экономику из кризиса? Да, дослушайте, дослушайте. Ну, вы на вопрос не отвечаете. Вытагивает Китай, который дает прирост 10% под красным флагом своей экономикой, где государственный сектор мощный, где частник поддерживается, где инвестиции гарантируются. Видно, что не надоело. Что касается подковерным, я никогда не подтанцовывал этой власти. Я с этой властью боролся и буду продолжать бороться. Это власть жуликов и олигархов. Это власть вороватых чиновников и приспособленцев. Это не народная, это антинародная власть, которая не может дальше существовать. Эта власть, по сути дела, обобрала всю страну, отдав огромную собственность в руки совершенно узкого круга лица. А вы, к сожалению, обслуживаете эту власть и даром не умеете слушать. Я обслуживаю эту власть. Вы обслуживаете эту власть. Так что я вам ответил. Короче, не надоело, я поняла. То есть, не надоело. Прошу. Добрый день. Сергей Сапко, председатель комитета по промышленности Государственной Думы. Член фракции Коммунистическая партия Российской Федерации. Уважаемый господин Прохоров, я с интересом слушал ваше вступительное слово, где вы сказали, что вы идёте бороться с враньём, что вы действительно знаете, как осчастливить Россию. Но я понимаю, под Россией это тех людей, которые живут в России. В России принято давно уже говорить, что единожды солгавший, кто тебе поверит. И ещё одна пословица, которая, наверное, всем близка, по делам их узнаете вы их. Скажите мне, пожалуйста, будучи в команде Потанина в Норильском Никеле, это ещё во время разгрузки вагонов, наверное, вы подписали контракт с американской ОМ-групп на продажу всего кобальта, производимого в России, на многие десятилетия вперёд. Я для зрителей напомню, что кобальт – это уникальный материал, без которого невозможно сделать ни один ракетный двигатель, ни авиационный двигатель, ни специальный инструмент. То есть модернизация отдыхает без кобальта. И американцы тоже взвинтили цену на 100% на этот кобальт, наши оборонные предприятия остались ни с чем. Вот скажите, пожалуйста, вы считаете, что оборонять нашу страну не нужно, модернизация не нужна в нашей стране в таком случае, или это была ваша ошибка? И как вы в этом случае, или, может быть, вы другую страну любите, так сказать, вот для кого это было сделано? Вы задаёте абсолютно безграмотный вопрос. Вы просто не знаете суть дела. Мы купили компанию ОМ-групп, это была собственность Наринского никеля. Суть дела, что ОМ-групп вам подарила в качестве бонусов две фабрики в Австралии и Финляндии за эту сделку. Вот я суть дела знаю. Я суть дела знаю очень хорошо. Мы купили фабрики у этой группы, это была наша собственность. Поэтому наш кобальт мы полностью контролируем. Вы купили себе две фабрики. Нет, мы купили за деньги фабрики. И за счёт того, что у этой группы, у нашей собственности, была разветвлённая сеть за границей, мы стали использовать их сеть. Пожалуйста, не врите, что мы наш кобальт... Что делать нашим оборонным предприятиям, если вы продали весь кобальт? Да вы их развалили, наши оборонные предприятия, они все закрылись. Поэтому, к сожалению, если раньше 70% кобальта была потребность в России, а теперь только 2%, потому что промышленность развалили вы своими красными директорами. Что же нам оставалось делать? Не платить заработную плату рабочим, складировать кобальт и ждать, когда заводы поднимут кто-то другой. Мы их сами поднимали, делали новые заводы, и сейчас кобальт уже 10% потребляется... Даже напомню, что вы поднимали это вместе с Потанином, Дерипаской или Широм Усмановым, выведя все активы в офшорные зоны. Из 295 предприятий, которые относятся к системообразующим в России сейчас, ни одного не осталось в налоговой зоне России. Вы подумайте, какая катастрофа. Абсолютное вранье. На Кипре в гиперсалютное вранье. Это факты, которые подтверждены всеми документами, которые... Не хватает Жириновского с кандалами в студии. Он обычно приходит так сразу, начинает на пальцы крутить наручники и всех арестует. Вы куда кобальт дели, мужчина? Всем в Лондон. Кобальт в порядке. На складе у нас нет. Нет, кобальт в порядке, а страна... Страна зарабатывает хорошие налоги и рабочие места, все в порядке. Кобальта в стране нет. Вы на много лет вперед кобальт... Кобальт у нас есть. Не, у вас, я про страну. Страна. У страны кобальт есть. У нас нет потребности, потому что нужно создавать новую экономику. Я отвечу на ваш вопрос. Михаил Дмитриевич, в результате вот таких сделок за прошлый год, три четверти предприятий ВПК не получили заказы и провалили полностью. Потому что вы их развалили, вы не... Остались и без зарплаты, и без работы, и без изделий. Подождите, дайте время и наладим наш ВПК. Да у вас 20 лет было. Я отвечу на ваш вопрос. Вы абсолютно, извините, безграмотный экономист. Все наши активы работают в России. Платят налоги, инвестируем мы здесь. Офшоры необходимы для того, чтобы привлекать иностранный капитал в российскую экономику. Это знает даже десятиклассник. Это даже знает десятиклассник. Михаил Дмитриевич, вот тут я с вами совершенно соглашусь, потому что все грамотные экономисты сумели что-то украсть, а все безграмотные теперь задают им вопросы. Правильно, грамотные в двуми сидят, протирают штаны. С вами согласен. Одну ремень. Сами руками не умеете работать. Сейчас, можно вопрос? Господин Стопо, а вы, попросите, вот можно ваш, вот вы до того, как стать депутатом Госдумы, кем были? Я был председателем совета директоров завода технологической оснастки в городе Егоревске. И мы выпускали с нуля, когда развалившееся полностью предприятие оказалось за бортом. Мы наладили выпуск запасных частей для электричек и до сих пор работает. То есть вы собственник? Да, да. Я просто к тому, что если коммунисты станут, придут к власти, Геннадий Андреевич станет президентом, вы свою собственность перепишете на коммунистическую партию? Зачем? Мы говорим о стратегических предприятиях. А, понял. Мы говорим об энергетике. Вот видите, как грамотно. Были бы вы коммунисты, вы бы тоже. Мы говорим об оборонном комплексе. Мы говорим о железнодорожном транспорте. По-моему, живой комплекс интересный партию. Всё, от чего зависит страна. Понятно. Прошу. Станислав Кучер, журналист, обозреватель радиостанции «Коммерсант-ФМ», работающего на канале «Совершенно секретно». Геннадий Андреевич, я прошу вас ответить на вопрос. Потому что, конечно, то, что я здесь сейчас наблюдаю, это весёлое, яркое, красивое, но всё-таки шоу, в котором Прохоров пытается отвечать на заданные ему вопросы. А вы пока отвечаете, ну, например, Ирине, по принципу, она вас спрашивает, который час вы говорите, спасибо, я уже пообедал. Звучит красиво, здорово, но где суть? У меня вполне абсолютно конкретный вопрос. Положа руку на сердце, все в этом зале понимают, что не будьте вы президентом России, выборы вы не выиграете. И вы это прекрасно сами знаете, да? Я понимаю, там, причины, по которым Прохоров идёт на эти выборы. Я могу их понимать, смогу их не понимать. Я положу руку на сердце, что вы считаете, что Прохоров не выиграет? Ну, я совершенно не понимаю, сомневаюсь, но я... Мне просто зачем... Вы спросите, кому вы хотите положить руку на грудь? Не-не-не, секундочку, Володь, Володь, мне кажется, руку на грудь кому-то хочешь положить сейчас ты. Не, я просто к тебе, я так к Турасову. Потому что если спросить у народа, я думаю, что народу может быть вообще третья точка зрения. Дружище, вопрос... Для этого и есть выборы четвёртого вопроса. Вопрос, вопрос Геннадию Андреевичу. Понимая, что вы эти выборы не выиграете, зачем вы идёте на них? Вы доказали, ну, своей историей, при всём моём к вам уважении, что вы не боец. Вы в 1996 году могли выступить против, по вашему же мнению, фальсифицированных результатов выборов. Не выступили. Вы сотрудничали с этой властью всё это время. Вы сейчас присутствуете здесь, а настоящая оппозиция, конечно же, здесь не будет присутствовать. И вы эти прекрасно понимаете, да? Вы ездите на машине с мигиалкой, вы пользуетесь всеми привилегиями этой самой власти. Зачем вам эти выборы? Вот совершенно серьёзно, что вы собираетесь от них получить? Станислав, я специально в эту оранжевую кофту оделись, вы её там с оранжистами вместе. Это моя прабабушка шила моему прадедушке, а я просто надел. Ну а насчёт бойца, вы мне ещё в бильярдне отыгрались, скрылись. И накануне думских выборов говорили, вы ничего не получите, мы не просто получили. Геннадий Андреевич, зря вы затеялись, зря вы подняли тему бильярда, потому что мы с вами играли на золото партии, вы мне проиграли, ни копейки не отдали. Геннадий Андреевич, согласитесь, я задаю вам вопрос, могу задать вопрос Фёдорову. Это неправда, но согласись, единственный человек, чей прогноз по выборам в Думу оправдался, это Чуров. Да, да. Насчёт 96-го года. Мы провели ночь с Лебедем, он набрал 14%. Пугающее признание. 14% набрал. Геннадий Андреевич, не надо сейчас про то, с кем вы проводили ночь, пожалуйста, это неинтересно. Я настаивал на том, чтобы мы вместе с ним сформировали правительство народного доверия. Он согласился. На утро, видим, уже стоит на КВД у Ельцина, и 14% отдал ему в втором туре. Можно было организовать войну между Севером и Югом. Тогда за меня проголосовали от Тихого Дона до Тихого Океана, уже Юг России опалили. Беженцы, война, пожары, насилие. Миллионники города Север, Урал и Дальний Восток проголосовали на самом деле тогда за Ельцина. Сегодня те, кто проголосовал, не вспоминают это. В 98-м году я предложил после дефолта, который привел эту власть к полному позору и разору, сформировать правительство народного доверия. Примаков, коммунист-масляков и талантливый банкир Герасченко возглавили. Золотовалютных резервов было 6 миллиардов, баррель нефти стоил 12,15. От края пропасти вместе оттащили за один год страну. Я думал Путин оттащил от края пропасти. И вот тогда и близко не было. Справим ситуацию. Геннадий Андреевич, конкретно, еще раз, зачем вы участвуете в этих выборах? Мы победим на этих выборах, и наша команда получит поддержку граждан страны. Наша команда получит. Вы не ответили на вопрос, зачем вы участвуете в этих выборах, зная, что вы проиграете? Первое. Национализируем минерально-сырьевую базу. Второе. Ведем прогрессивный налог и возьмем положенный налог. Третье. Ведем госмонополию на спирт и водку и удвоим бюджет. Четвертое. Все, что связано с малым, средним бизнесом, домами, дачами, огородами, машинами, все элементально одним указом и не будут ходить собирать правды. Мы отрегулируем цену на бензин, солярку, электроэнергию. Они будут в два раза меньше. Геннадий Андреевич, я приглашаю вас работать на радиостанцию. Вы говорите, умеете лучше меня, честное слово. Прогрессивный меню, я приглашаю вас на очередной поединок вашей радиостанции, а вы год меня туда не можете вытащить. Вы постоянно у нас в эфире. Постоянно. Но суть не в этом. Так вы все-таки отвечаете на вопрос, зачем выборах собирать участвуете? Мы победим. Вы будете президентом России. Десять минут только на этот вопрос и отвечает. Подожди, подожди, Володь. Я хочу услышать конкретную фразу от Дюганова. Геннадий Андреевич, вы будете президентом России. Сформирую правительство народного заведения. Я скучу. Вы будете президентом России. Вы нам обещаете. Буду президентом России. Договорились. Я подумал, надо ортоларентолога звать в студию. Только за слово. Безо партии отдайте, кстати, проигранный на бильярд. Я вас очень прошу. Вы проиграли. Олег Смолин, депутат семи российских парламентов, президент общества знаний России. Честно говоря, я немножко удивляюсь, глядя на Михаила Прохорова. Человек с таким большим телом, с такими большими деньгами. И такой слабый, я бы сказал, маленький политик. Вот примеры. Сначала заявил, что нужно в России увеличить рабочую неделю с 48 до 60 часов. Потом сказал, что его неправильно поняли. Что он предлагал разрешить людям работать по 60 часов. Да кому нужно разрешение? Я и так работаю в 60. Потом заявил этот манифест. В августовском манифесте правого дела написано, что Россия должна стать самой свободной страной. И при этом написано, что президент в России имеет мало власти. Слушайте, наша конституция написана так, что ее можно изложить в двух статьях. Статья первая, президент всегда прав. Статья вторая, кто не понял, смотри статью первую. А вы предлагаете президенту увеличить власть. Какая свобода? Вы о чем? Третье. В том же манифесте в августовском партии правое дело написано, что вы предлагаете вывести. Калининградскую область из-под юрисдикции России и ввести там экономическое законодательство Евросоюза. Что мой отец, который воевал в Прибалтике, в том числе за эту Калининградскую область, он что для того воевал, что потом отдавали свои территории кому-то другому? Я не понимаю этого. Политик идет на президентские выборы. Единственный, помню, с такими предложениями. И, наконец, вся история правого дела. Ну, выдвинулся, как там написано было у Дмитрия Быкова, тут и вызвал дядю Степу, самый главный великан. Потом вдруг Сурков чуть-чуть наехал, вышел из своей собственной партии, бросил ее, провалил парламентские выборы. Теперь говорят, парламентские партии плохие. Так вы сначала пройдите в парламент, а потом уже ругаете парламентские партии. Вы на это вовсе даже не способны. И, наконец, самый главный вопрос. Вот сейчас какой главный великан вызвал Михаила Прохорова, чтобы тот начал участвовать в президентских выборах? И не произойдет ли то же самое на президентских выборах, что уже произошло на парламентских? Какой-нибудь Сурков покажет пальцем или Володин, и Михаил Прохоров снова выйдет из собственной партии, из президентской кампании вместе с ним. Зачем на выборы идти такому большому бизнесмену и такому маленькому политику? Спасибо. Понятно. Подойдите поближе. Видимо, у вас не очень хорошо со зрением. Великана вы увидите. Отсюда вам не видно. Дистанин Смолин флипует. Извините. Я считаю, что ваш вопрос такой очень обидный. У вас нет никаких фактов по поводу того, чей я проект. Я всю жизнь был человек, который принимал решения вместе с моей командой. И когда я шел на правое дело, я принял решение сам. Когда же Кремль... А с какой-то уходить решил господин Смолин? Дайте ответить. Я, когда Кремль на меня наехал и поставил условия, которые ставят всем партиям, которые попали в Думу, я сказал, я своих не сдаю. Я не сдаю своих людей, а вы своих сдаёте. Я могу привести пример. Ходорковский и ЮКОС оплатили большое количество мест в партии. В известной Думе. Что вы сделали? Вы сдали Ходорковского. Муравленко был у вас. Муравленко был у вас. Это был совершенно конкретный вопрос. Вы опять бороли. Второе. Это вы придумали по поводу 60 часов. Вы придумали по поводу 60 часов. Я предлагал очень простую вещь. Вы любите жить по понятиям. Я хочу жить по закону. Я встречаюсь с людьми, говорю, кто хочет больше зарабатывать и больше работать. 99 процентов. Так давайте мы это сделаем в нашем трудовом кодексе. Это по желанию работника. Если вы работаете, работаете, но вы нарушаете законодательство. Трудовой кодекс этому не мешает. Мешает. Трудовой кодекс этому мешает. Я возглавляю комитет РСПП. Я знаю, о чём я говорю. Следующий вопрос. Вы говорите про нефест правого дела. Я говорил про другое. Я говорил про слабую власть. Слабая власть – это та, где не работает закон. Посмотрите на наших людей. Человек попал в ситуацию, он становится из потерпевшего обвинения. Потому что заносят деньги. Власть не работает. Закон не один для всех. Власть должна работать на человека. И поэтому надо убить полномочия президента. Полномочия президента я писал о том, что власть не работает. И должны быть такие полномочия, которые позволят власти работать. Я их предлагал уменьшить. А сейчас не позволяют. Уменьшить. И предлагаю конкретную меру. Нам нужен независимый суд. Сейчас всех руководителей судов представляет президент. Это безобразие. Должны сами судьи выдвигать своих кандидатов в Совет Федерации. У президента сейчас власть должна быть уменьшена. И когда я буду президентом, я эту власть уменьшу. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Господин Ермольник, прошу вас. Леонид Ермольник. Продюсер, артист. Отец, гражданин. Мне 58 лет, Геннадий Андреевич. И по идее, по крови, по составу той жизни, которую я прожил, я, наверное, должен был бы сидеть там. Но я сознательно сижу здесь. Потому что сегодня спор не получается. И поединка нет по одной простой причине. Потому что то, что предлагаете вы, мои родители, и я прожили в этом сначала 70 лет. И у Коммунистической партии всегда была возможность изменить жизнь в этой стране. Чего-то ничего не получилось. Почему-то многие годы, кроме победы в Великой Отечественной войне, которая не имеет никакого отношения к партийности, а просто это любовь к Родине. И не надо эту победу приписывать Коммунистической партии. Я прошу вас, просто по-человечески. Так же, как и освоение космоса. Вы знаете, на зоне люди работают тоже хорошо. Наша страна всегда была зоной. И талантливые люди все равно делали свое дело. Поэтому мы и в космос первые пробрались. А сейчас космические... Я не хочу сейчас долго говорить вообще о талантливых людях. Как только талантливые личности, яркие, переделывают жизнь и цивилизацию. Уже сегодня многое прозвучало, что мне невероятно интересно. Опять нападки на Михаила Прохорова по поводу 60-часовой рабочей недели. Сейчас очень модно говорить о Стиве Джобсе. Я хочу вам напомнить, что компания Стива Джобса работала 90-часовую рабочую неделю. И изменили смысл цивилизации. Теперь, сейчас, Геннадий Андреевич, я сейчас вам скажу. Когда вы вообще говорите «наша фракция», у меня это вызывает скорее какие-то или медицинские, или кулинарные ассоциации. Потому что я хочу задать вам вопрос. Что ваша фракция сделала за последние годы, кроме отдачи своих голосов при голосовании? Кому вы, секунду, кому вы помогли? Напротив вас стоит человек, почему я с этой стороны сижу, который, не имеющий никакого отношения к власти, сделал невероятное количество прорывов в области промышленности, спорта, культуры и благотворительности. И я могу всё это перечислять. У вас большая фракция. Я отношусь к вам, поверьте мне... Сейчас идут соревнования по биатлону, где наконец-то вы стали побеждать. Если бы не Соловьёв, эта программа была бы трагической. Спасибо вам, что ты помогаешь, потому что я хочу спросить. Ведь на содержание вашей партии уходят большие деньги. Я это хорошо знаю просто как продюсер. А не легче ли эти деньги отдать тем же учителям, пенсионерам, и прекратить этот балаган и тавтологию? Потому что вам никто не верит. Вам верят несчастные люди, которые прожили жизнь, уже постарели. И просто им верить не во что. Этих они не знают. А на вас надеются по инерции. Нельзя в политике пользоваться инерцией. Я действительно хотел бы спросить у вас. Нет ли смысла закрыть это всё? И если вам так нравится коммунистическая партия, и вы верите в какие-то идеалы, у меня есть совет. Перестаньте всё время думать о том, куда перенести мавзолей. Лучше пересмотреть фильм Чепаев. Понимаете? И получить полный набор тех ощущений, на которые вы всё время провоцируете реагировать вашего избирателя. Леонид, насчёт талантливых людей. Согласен с вами, Стив Джоб изменил мышление и научил планету иначе общаться. Но он, работая очень много, заработал 7 миллиардов, а не 18 от разгрузки вагонов, за несколько лет стал миллиардером. Это большая разница. Я поддерживаю талантливых людей, у меня в трёх поколениях 300 с лишним лет родители и близкие преподавали в школах, вузах и университетах. Я сам преподавал высшую математику и философию. Но вы тогда говорили, не оценили талантливых людей. Тем не менее, они изобрели, сделали, прорвались и победили. Нынешняя власть из страны выгнала миллион 250 тысяч самых талантливых и, начиная от Сиэтла до Токио, работают во всех ведущих производствах. В Сиэтле не обязательно знать английский язык. Там классные инженеры из МАИ, из Самарского университета. Но они хотели бы тут работать. Я был у Билла Гейса лучшей талантливой математикой в Новосибирске, у которых я читал лекции. Почти полной бригады уехали из 100 лучших математиков, которые сделали его самым богатым человеком, 50 русских и 30 индусских китайцев. Вы столько лет у власти, почему же вы не вернули этих людей или не сделали так, чтобы они работали здесь? Я бы их давно вернул. Уверяю вас, в поддержке 4 марта большинство 80 вернутся в течение года. Но вернутся в хорошую квартиру, в хорошую лабораторию. У жены будет работа, у детей будет детский сад. Геннадий Андреевич, пока идет предвыборная кампания, невероятно количество людей уезжает. Я вас не перебил, но вы не хотите дослушать. Вы задали главный вопрос. Чтобы изменить, надо в Думе 226. Мы в Думе денонсировали беловежье. По моей инициативе создали Союз России и Белоруссии, потом власть стала тормозить. Мы в Думе сумели направить депутатов во все ведущие парламенты мира. Наша команда отработала во всех парламентах Европы, была на стажировке в Китае. Наша команда подготовила реальную программу вывода, почему вы это не читаете. Эта программа позволит, с одной стороны, соединить частную, государственную и личную собственность. С другой стороны, обеспечить нормальные условия для работы каждого человека. Обеспечить личную безопасность противном случае. Геннадий Андреевич, что меня не устраивает сегодня в диалоге? Мы задаем вам третий вопрос. И вы умудряетесь на три вопроса не отвечать. Вы не задаете вопрос. Я задаю вопрос. Вы не задаете вопрос. Леонид, Леонид, Леонид Иссак. Геннадий Андреевич, у вас столетний пробег. Вы сто лет пробуете, и ничего не получается. Дайте возможность попробовать новым, молодым, замечательным менеджерам. Если сегодня, последнее, последнее, что я хочу сказать, поскольку у вас поединок. Если сегодня устроить игру, дать вам миллиард долларов и дать Прохорову миллиард долларов. И сделать так, что... То я уйду в передаче с двумя миллиардами долларов. Это мы еще посмотрим. А Соловьева сделала следящим. И я бы хотел, чтобы вы из этих денег через пять лет сказали мне, сколько вы сделаете. Я уверен, что вы ничего не сделаете, а у Прохорова эти деньги превратятся как минимум в 20 миллиардов. Мне кажется, Геннадий Андреевич... Они уже превратились сейчас. Последний, Володя, последний. Геннадий Андреевич, ответьте. Леонид, Леонид, наша партия платит взносы. Наша партия ни у кого ничего не берет. Я отца похоронил два года назад, он 32 года платил взносы. Если вы считаете, они ничего не понимают. В Королеве большинство, в ведущих научных центрах большинство. В Новосибирске мы победили «Единую Россию» во всех десяти округах. Мы выиграли у нее прошедшие выборы благодаря абсолютно конструктивной, умной и сильной программе. Никому не сдали. Мы взяли в Думе все ведущие комитеты. Геннадий Андреевич, если совсем говорить просто, Володь, если совсем говорить, вы помните вот эту замечательную партию, дай порулить. Ну, подвиньтесь, дайте другим попробовать. Для этого и есть выборы. Прошу. Андрей Клышков, руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе. Михаил Дмитриевич, я услышал только что от Леонида Ермольника о том, что нужно дать молодым возможность порулить, поработать, представить свою программу. Но сегодня я не услышал от вас, по сути, ни одного заявления или, скажем так, предложения по изменению ситуации в стране. Поэтому лично я убежден, что президентом вы никогда не станете. Но как интересующийся человек, для меня есть, по сути, три обстоятельства, которые хотелось бы у вас узнать и прояснить, с какой целью и задачей вы идёте на эти президентские выборы. Во-первых, у нас есть некая история бизнесменов крупных, которые решили стать политиками. Часть из них в Лондоне, часть в местах не столь отдалённых. Вы, наверное, не питаете никаких иллюзий в нашем государстве, что бизнес, попытавшийся стать политиком, иногда теряет свой бизнес и не становится ни тем, ни другим. Второй момент. Вы получили, вам подарили или вы купили партию «Правое дело», не смогли с ней справиться, и сейчас вы заявляете, готовы создать новую правую партию. Но правее «Единой России» тяжело сейчас создать. На той базе, которая получила «Правое дело» на Урок Госдуму, это один процент, невозможно победить ни на каких выборах. Третий момент. Вы, говоря об участии в выборах, что для себя подразумеваете? Либо то заявление, что вы уже сделали о победе Путина и ваше премьерство в случае победы. В этой связи вы идёте на выборы для того, чтобы быть спойлером Владимира Владимировича Путина, либо для того, чтобы просто украсть голоса о Геннадии Андреевича и даже не быть ему спойлером именно Путина. Я иду на выборы, чтобы наши граждане узнали правду, что есть три, извините за выражение, думских старца, которые работают на Кремль. Они являются сотрудниками администрации Дзюганов, Жириновский и Миронов. Я об этом буду откровенно говорить, которые обслуживают нынешнюю власть. Поэтому мне не дали в правом деле ваши начальники. Мои начальники? Ваши начальники Сурков. Так это он же вам говорил, что не надо. Михаил Дмитриевич, оставьте. Я свои убеждения не сдаю и не сдаю друзей. Я уже об этом не однократно говорил. Я не сдал. Я сохранил людей. Мы отошли на правильные позиции. И сейчас будем бороться, чтобы обогнать вашего кандидата в первом туре. Я хочу быть вторым и попасть во второй тур. Я сделаю всё, чтобы было возможно в моей силе. Но вы ведь заявили сами уже в рамках этой кампании, что вы готовы стать премьер-министром. Я сказал абсолютно по-другому. Мне спросили вопрос. А что же ты будешь делать в случае, если ты не победишь? Будешь ли ты премьер-министром или нет? Я сказал так. Если моя программа будет совпадать на 90% с теми программами, с которыми будут кандидаты, я готов этот вопрос рассмотреть. То есть у вас программа одинаковая с Путиным? У нас разные программы с Путиным. Абсолютно разные. Он опирается на бюрократию и на коррумпированное чиновничество. Я опираюсь на профессионалов. Я нашёл сейчас двух людей сразу, которые знают первую, в чём программа Путина, вторую, в чём программа Прохова. Михаил Дмитриевич, так пока никто не знает ни первую программу, ни вторую. Я обязательно вас познакомлю, лично вам пришлю. Если будет приятно, если позволите по программе, Михаил Дмитриевич, но если убрать эту предвыборную оболочку, то ваша программа гораздо жёстче ещё и Путина. Так зачем она нужна людям тогда? Понятно. Потому что вы на протяжении коммунистов, я имею в виду непростых коммунистов, которые вы тоже обманываете. Вы 20 лет регулярно обманываете людей. Я не могу. Он молодой, совершенно. 20 лет это получается спилёнок. Выплюнул цовку, пошёл обманывать. Раньше были у власти всё разваливание. Андрей, руководитель нашей фракции в Московской Думе, блестящий юрист, великолепный специалист. Поэтому вы старцу обидели, теперь молодёжь нашу обижаете. Я имею в виду о том, что мне жалко вашу молодёжь. Я обязательно её уведу за собой. Дайте время. Господин Прохоров, никого не уведёт. Уведу. Никого не уведу. Однозначно уведу. Уверяю вас. Я отвечу. Мы как только побежим с вами, посмотрим, кто хорошо бежит. Николай, не хочу никого обидеть, но за 20 лет у Зюганова партию не увели, а у вас за 3 месяца с потрохами трнули. Потому что Геннадий Андреев сотрудник администрации президента. Один из самых лучших. Поэтому, как сказано, не ходите в дома нечестивых. Не надо было ходить в администрацию и получать у них партию. Я не получал партию. А кто же её принёс? Я сам её забрал. Но, к сожалению... Извините, но лежала она где? И тут же бросил. Лежала там, где лежит. Уже не лежит. Правильно. Значит, не надо было ходить в администрацию и забирать. Присаживайтесь. Раунд завершён. Отдыхайте, пейте воду, приходите в чувства, а я пообщаюсь с третейским судьёй. Нет, вообще всё... Ну, вообще сейчас гораздо лучше. Потому что пошла конкретика и стала лучше. Да, с конкретикой всё нормально. Да, значит, все ребята всё отработали. Значит, сейчас вопрос у Вала Володи. Значит, вот на самом деле просто расслабляемся. Вот прям просто тут расслабляйтесь. Забываем про какие-то условности, про то, что мы в эфире, тем более в прямом. Я вас... Да, и Геннадий Андреевич, все свои телеги, он уже вам рассказал. Я бы у него вообще спросила, сколько ему лет. Не пора ли жить? У него дома. Почему? Почему он же не женщина, не девушка на выбене, Геннадий Андреевич у нас. Ему же в домик, пора на... Её, молодёк. Оказывается, это отвечаешь ты не по теме. Тем не менее, очень важно, что удалось всё-таки вытащить с помощью секундантов наших, прежде всего, с помощью экспертов наших, разговор на более важные темы, чем было в первом раунде. Вы заставили разговаривать о содержании проблем сегодняшних в России сегодня. Вот сайт Министерства экономического развития, официальный сайт, официальный прогноз до 2030 года, оптимистический прогноз. Это у нас уменьшится коренное население на 5 миллионов человек, пессимистический на 15 миллионов человек. Почему-то, потому что масштабы бедности... Это то, что он хочет говорить. Это очень важно. Ну, это выглядит ужасно. У него есть... Ужасно выглядит. Но тоже вы не ведитесь на их провокационные бредятели, которые они всё время несут. Нет, здесь понятно. Просто вопрос в том, что либо говорить по сути, но по форме выглядит ужасно. Это все обращают внимание. Но зачем же копировать Геннадий Андреевич? Я бы не поговорил. И в какой-то момент, обратите внимание, значит, Андреевич засыпает. Дедушка уже всё, бабочки в сестер. Я же как-то говорю. Значит, когда дедушка засыпает, уже говорит, дедушка... ...школы, которые себя считают самыми умными. В стране есть ещё много умных людей. Они живут в наукоградах, они учатся, они воспитывают людей, они работают. А не потому и наукограды за нас голосовали? Потому что мы победили в обруге МГУ, Академии наук, потому что там знают, читают, думают и видят, куда это подошло. Один бизнесмен говорил, у кого нет миллиарда, пусть идёт в одно место. Вот их логика. Говорят о какой-то зашуренности. Они даже не знают, что у нас четверть региональных партийных отделений возглавляют молодые ребята, такие как Андрей Клычков, такого возраста уже. Напоминаю наш третийский судья Юрий Кублановский, поэт и публицист. Юрий Михайлович, ну более-менее стали проясняться хотя бы какие-то общие подходы у кандидатов к президенту? Да, понимаете, с одной стороны стали проясняться, а с другой стороны они не проясняются, сказать, со своей идеологической стороны. То, что теперь коммунисты считают, что необходимо смешанная экономика, я думаю, это так, так оно и есть. Когда-то, хоть и поэт, но, будучи матёрым антисоветчиком, я много читал Хаека и был ярым приверженцем рынка без берегов. Но зато и даётся, так сказать, какая-то историческая, исторический опыт, чтобы понимать, что рынок всё не отрегулирует, что необходимо государственное вмешательство и необходимы какие-то стратегические моменты, которые действительно государство должно конкурировать. Богородье без берегов побеждает царник. И это показал вот этот кризис последний, который будет только расти, понимаете. Это психология чикарских мальчиков, как всё время назвал наших молодых экономистов генерал Уродской. В розовых штатистках. Да-да-да. Она во всемирном масштабе надувается и скоро, возможно, лопнет. Может быть, к середине века, а может ещё и раньше. И мало никому не покажется. Так что в этом смысле с Югановым не поспоришь. Но когда в подопрёке этого всего лежит марксизм-ленинизм, то с души воротит. Потому что эта идеология действительно насквозь устаревшая, экстремистская. Все эти лозунги типа «Пролетарий всех стран соединяйтесь давно устаревшая, принёсшая человечеству столько бед и крови, что даже и то хорошее, что сейчас говорят коммунисты, воспринимается с сомнением. А что касается второго претендента на президентство, ему не хватает, мне кажется, понимания духа страны, в которой он живёт. Вот это смешно, когда господин Ермольник привёл такой пример, что дай вам обоим по миллиону, один приумножит за пять лет, а другой этот миллион растратит. Но это не может быть критерием, тем более критерием в России, понимаете. И я даже не знаю, что лучше, тратить ли этот миллион на благие цели, или сидеть его, так сказать, ростовщически как-то приумножать. Это никак не может быть в нашей стране критерием. У нас есть свои традиции, и среди них и бескорыстие тоже. Так что вот эта схватка в чём-то бульдогов под ковром в том смысле, что оба они меня не устраивают. Мне, конечно, хочется послушать, что они скажут в конце на финише, но думаю, что ситуация действительно для меня вообще проясняется. Ну, попробую прояснить и для наших уважаемых телезрителей. Продолжайте голосовать, и через несколько минут начнётся раунд моих вопросов, ну и ответов кандидатов в президенты. Прошу вернуться на позиции. В этом раунде вопросы вам будут задавать я. Михаил Митлевич, вы во многом для наших зрителей терра инкогнито. Много о вас говорят, много пишут, много лжи, много светской хроники. Можно, вот я обо всём об этом не буду? Это неинтересно. Меня гораздо больше заинтересовала ваша фраза о том, кто мог бы быть премьер-министром в случае вашей победы президентом. Потому что вы назвали кандидатуру Алексея Леонидовича Кудрина, и вот тут я просто перестал понимать, зачем вы тогда хотите занять место Путина. Потому что это тот самый человек, который на протяжении 10 с лишним лет абсолютно чётко и ясно проводил финансовую политику Путина, который, будучи блестящим министром, многократно получавшим все награды как лучший европейский министр финансов, вместе с этим является абсолютным, стопроцентным единомышленником и, если угодно, членом ближайшей команды Путина. Как же вы можете тогда говорить об изменении курса Путина, если вы де-факто берёте мозг команды Путина к себе на работу и доверяете ему основную исполнительную функцию страны? Я не согласен с тем, что Алексей Кудрин является ненамышленником Путина. Он неоднократно сам об этом говорил. Он работал как профессионал. И когда Путин был президентом, и когда Путин работал премьером. Но вопрос заключается в том, что наша страна очень талантлива. И есть люди, которые свои профессиональные работы заслужили повышения. Но повышение в новых условиях, когда поставлены новые задачи. Я считаю, что профессионализм Кудрина может быть использован для целей интеграции нашей страны в качестве страны-лидера в мировое сообщество. И в преодолении того кризиса, который сейчас на нас идёт. Но Алексей Леонидович Кудрин, который при этом... Минуточку. Который при этом никогда не высказывал своего принципиального несогласия с политикой не Медведева, что он делал, а именно Путина. Алексей Леонидович Кудрин никогда не был ограничен в своих движениях, побеждая в разных подковёрных играх. Кто против Грефа в разные периоды времени. Ну там, скажем по секрету, мы с вами знаем, о чём говорим. И всегда пробивал свою точку зрения. Вы ставите его на главную исполнительную должность. Это значит, что вы полностью в вашем подходе совпадаете с подходом Путина. Абсолютно нет. А как же вы хотите, чтобы Кудрин, оставаясь Кудриным, теперь стал говорить, опаньки, 15 лет до этого я делал всё неправильно, а теперь я буду делать всё правильно? Ну, Кудрин открыто выступил против увеличения военных расходов в той форме, которая сейчас произошла. Это Медведевская? Фактически, это Медведевская. Поэтому открыто выступил против Медведев, за что и поплатился должностью. После чего Путина сказал, это мой лепший кореш, мой друг, я его беру себе. Слушайте, много у кого какие друзья. Я выбираю только по профессиональному качеству. Кстати, у Геннадия Андреевича в партии есть профессиональные ребята. И вы их тоже готовы делать? Я их тоже готовы делать. Понял. Исходя из этого? Несомненно. Собирать надо по крупице, все таланты и давать им возможность дорожки. Понял. Значит, Алексей Леонидович и путинская команда приходят. После этого вы говорите, если не Алексей Леонидович... Не путинская команда, а Прохоровская команда. Извините. Это вы, знаете ли, вряд ли заставить Алексея Леонидовича отрекаться от прежних всех многих лет личной дружбы, ближайшей с Путиным, от всего многолетнего опыта искать. Да, кстати, спасибо, Михаил Дмитриевич. Теперь я предаю своих друзей. Ничего подобного. Дружба в одной стороне, профессионализм в другой стороне. Понятно. Не по-российски, но понятно. А после этого вы говорите еще, или Ходорковский. А Ходорковский, он вот как министр? Просто вы только что сказали, что Ходорковский оплачивал места коммунистической партии, чтобы пройти в Думу. Мне лично говорил Григорий Алексеевич Евлинский, что Ходорковский ему поставил условие, что вот, дают деньги, проводят ряд людей, в частности, Матурин. Известно, что Ходорковский в какой-то момент времени напрямую скупал голоса в Думе и решал, какой закон проходит, какой нет. Вам эти качества премьер-министра нужны для господина Ходорковского, если он вдруг сядет на эту дуру? Поймите, человек сидит в тюрьме очень долго. Я хотел послать ему гуманистический жест о том, что я сопереживаю тому, что он сидит в тюрьме. Даже Геннадий Андреевич сказал, что пора Ходорковского пускать. Геннадий Андреевич, они пробовали чёрный хлеб и сало отослать. Вы знаете, я думаю, что есть кто это сделает, но человек Ходорковский... Но у нас миллионы в тюрьмах сидят, и каждому гуманистический жест в качестве премьер-министра России. Я имел в виду, что это такой своеобразный сигнал к тому, что человек очень талантливый, неординарных способностей сидит сейчас в тюрьме. Ему тяжело. Я хотел таким образом ему помочь. Если говорить о существу, надо Ходорковского выпускать. И если я буду президентом, я его помилую. И вот тогда с ним встретиться и обсудить. Готов он работать? Геннадий Андреевич, вы вообще... Нет, нет, нет. Я понимаю, вы любите Кудрин, вы сейчас нам расскажете лекцию, что пока его не повесят, в стране ничего не изменится. Нет, два слова обязан сказать. Так нельзя. Нет, так нужно. Это третий раунд. Два слова. Ну давайте, два. Два слова. Первое и второе. Я наставил на отставке господина Кудрина, хотя тот бюджет, который он притащил, он принял. Господин Кудрин все основные финансовые ресурсы отправлял в чужие банки под 2%. Мы ехали туда, брали свои же деньги под 5-7, отдавали своим деловым людям под 15-20. За это в Америке вас посадят на электрический стул. Меня нет, я не отдавал. Нет, я Кудрина. И он являлся лучшим и так далее. Второе. На землю леса и воды 1%. Все знают, надо больше 10%. Он обескроил все сельское хозяйство. И поэтому, когда он предложил Кудрина, это означает, будет худший вариант нынешней политики, которая окончательно добьет экономику. Геннадий Ильич, ну так хотя бы предложил. Вы же ведете себя, извините, при всем уважении к вам, как вот Штирлиц. Такое ощущение, что я вот вас утюгом пытаюсь сказать, Геннадий Ильич, а кто у вас, кто у вас будет премьер-министром? В прошлый раз вас назначал на эту должность. Я согласился. Отказались, отказались. Согласился я сразу. Так вы же не говорите, потому что я знаю, что будет в вашей партии. Как только вы скажете, о, он будет премьер-министром, все скажут, вот, значит, я преемник. Тут же начнется война-борьба, все перегрызутся, тайна мадридского двора, отравление, убийство. Что вы не скажете, вот осталось несколько уже практически недель до выборов. Страна должна знать, кто будет премьер-министром. Я помогу. Не, не, спасибо, вы хоть собирались Путину помогать. Вы же... Мы помним, кому вы помогаете. Кто у вас-то будет? Начнём с президента. Я урежу срок до пяти лет, и никто более двух сроков не может быть избран. Я уже предложил... То у всех всё отобрать, то срок урезать. Предложил... Отдайте руку. Предложил сформировать коллекционное правительство народного доверия левоцентрического толка. Назвал целую команду, которая могла бы быть премьером. Премьер, это будет фигура коллекционная. Возьмём, может быть, и у соседей есть очень талантливые люди. Есть они... То есть, твоей партии не доверяете? Кто? Доверяем. Кто, то есть... Доверяем. Ну, вы идёте, и не можете сказать, кто... Ну, вот вы сейчас... Доверяем. Вот сейчас вы взяли Сергея Удальцова. Сейчас ведём переговоры, кстати. Удальцов, левый фронт поддержал нас полностью. Провели переговоры с творческими организациями. Вчера были бизнесмены, набрана почти приличная команда. Называют состав правительства. Почти приличная, это как? Очень приличная команда. Хорошо. Состав правительства. Наука и образование. Мельников, Жерес Алфёров, Смолин. Классные специалисты. Все трое на одну. Приглашаю провести завтра у вас дебаты. И вы увидите, от закона Фурсенко ничего не останется. Да от Фурсенко и так ничего не останется. Который вносим, вносим, будет закон образования для всех с гарантией. Первый закон Фурсенко пишет диктант. Больше семи ошибок, расстрел. Готов, готов этот закон. Промышленное производство. Посмотрите, Сапко, классный. Геннадий Андреевич, премьер, премьер, премьера назовем после обсуждения этой темы союзниками. Ой, Геннадий Андреевич, что касается правовой системы. Не надо, спасибо. Кто премьер? Я вам ответил. Понял, то есть это значит так, это значит, что вы за несколько недель до выборов не берете на себя ответственность, доверить народу право знать, кто будет возглавлять правительство, занимать ключевую должность в исполнительной власти Российской Федерации, человеку от которого будет зависеть конкретное воплощение всех необходимых изменений для преобразования жизни к лучшему. После дефолта я трижды убеждал Примакова, чтобы он пошел премьером. Мы узнали много премьера после дефолта. Примаков уже не пойдет, он не хочет. Нет, что мне нужен крупный промышленник, мы к нему делегировали Маслякова. Масляков, к сожалению, Редмитриевич скончался. Правильно, заявляю вас, это будет коалиционная фигура и уверен, что меня поддержат очень многие партии и движения. Понимаете, это Гоголь женить бы коалиционную фигуру премьер-министр. Нос от одного, уши от других, а вот пятая точка все равно пудрит. Ну нельзя же так. Нам нужна сильная команда. А для этого надо бедить усилия промышленников, предпринимателей, творческие организации. Понятно, но вы уже объединили усилия с левым фронтом, и там у левого фронта прозвучала формулировка, которую вы подписали. Вот вас левый фронт поддерживает, и вы там такую формулировку. Свободу политическим заключенным. Правильно, абсолютно правильно. Геннадий Андреевич, а назовите, пожалуйста, политические заключенные. У нас был Кирюшин, политический заключенный, руководитель Думы Краснодара. После того, как отказался распродавать всю собственность, посадили, просидел 4 месяца, мы его оттуда вытащили. Доказали, что это насилие, произволы преступности. Я понял, значит он уже на свободе, значит ему уже не нужна свободе. Нет, одну минутку. Когда Навального и Удальцова посадили, я на встрече с Медведевым сказал, на каком основании вы загнали этих ребят в терягу, тем более держите их накануне Нового года. Я полагал, что он их выпустит. Да, они не 15 лет, они 15 часов сидели, они уже 20 лет. А Удальцову третий срок дали за одно и то же самое. Сегодня Удальцову вытащили, кстати, Андрей Клычков вместе с моим преследователем, Ющенко, были у него в тюрьме и сказали, успокойся, перестань вести голодовку, мы те вытащим. Мы вытащили его, а сейчас левый фронт вместе с экологами пришли поддерживать нас на выборах. Я понял, так политические заключенные кто? Все, кого назвали, всех выпустили. Кстати, если завтра вас посадят, сразу вытащим. Так я могу идти грабить. То есть, если я взломал сейф, но моя фамилия Соловьев, то я политзаключенный. Политзаключенный кто? Нет, я не считал, что вы за Зюганова. Да, да, громко. Сейф, я за Зюганова. Или вы так хитро пытаетесь намекнуть Ходорковскому, что вы готовы к освоению фонда? То есть, Ходорковский политический заключенный или нет? Порядок решить эту проблему. Первое. Срочно рассмотреть в Думе лежит огромный материал, там 54 тысячи преступлений в ходе приватизации. И все политические? Подготовлены счетной палаткой. Так. Рассмотреть и подвести итоги, и сказать, что больше такой воровской приватизации в России никогда не будет. Да, больше нечего, уже все своровали. Ничего, еще далеко не все. Понятно. Короткий вопрос в плане Блиц. Михаил Георгиевич, недра должны быть возвращены народу, ради чего должна быть изменена Конституция 1993 года, благодаря которой недра перешли со всем конкретным людям, а не перестали быть собственностью народа. Если мы начнем национализацию, мы зальем нашу страну кровью, как это не раз уже было при коммунистах. Ответ нет. Понятно. И второй короткий вопрос. Сейчас, одну минуту. Сейчас, сейчас, эти же вопросы я вам задам. Это очень важный вопрос. Очень важный, я поэтому задам. И второй вопрос. Приватизация, залоговые аукционы. Считаете ли вы залоговые аукционы, что были проведены честно, справедливо, и что никаких, ну скажем, как бы в английской системе налогов с ветра принесло, не должно быть применено для того, чтобы народ все-таки получил часть неправедно сворованного у него. С точки зрения большинства, залоговые аукционы были нечестными, несправедливыми, но они были сделаны в точном соответствии с законами. Которые принимались под давлением того самого меньшинства, который получил, напомню, что идеологом залоговой аукционы выступал господин Потанин, который в то время занимал большую должность в правительстве Российской Федерации. Это было все после. И мне с гордостью, нет, мне он с гордостью рассказывал, как они придумывали залоговые аукционы и продавливали через своих депутатов, чтобы собственность не осталась в руках проклятых красных директоров. Большинство в Думе тогда было как раз у коммунистов, и Думу возглавлял тогда коммунист Селезнёв. Но Селезнёв был опытный коммунист, а большинство в Думе всегда... Геннадий Андреевич... Большинство тогда в Думе депутатов тогда было на прямом содержании вполне конкретных олигархических структур. Если уж говорить, окончательно правильно. Конечно, жизнь была такой сложной. Геннадий Андреевич, итак, залоговые аукционы, Ваши отношения и отношения к национализации и к ресурсам. Во-первых, большинства в Думе у нас никогда не было, это все знают. Так же, как когда говорили о том, что коммунисты вроде отношения к победе не имеют, на фронтах погиб каждый четвёртый коммунист, который погиб вообще в целом в войне. Поэтому нельзя оскорблять старшее поколение, тем более сегодня святой день, и хотел бы православных поздравить с этим праздником. Национализация... Что не совсем по-коммунистически, но тем не менее, да? Национализация. Без неё невозможно решить ни одной проблемы. Прежде всего... Геннадий Андреевич, итак, на самом деле, такой сторонник луначарства. Прежде всего... Богостроительства. Минеральной сырьевой базы. Это отстаивала вся страна тысячу лет и осваивала. Второе. Вся система железных дорог, управление и систем связей, нефтегазопроводов и так далее. Без этого невозможно отрегулировать цену. В противном случае нам будет всё невыгодно производить. Мы не конкурентны ни с Европой, ни с Америкой, ни с Азией. Сейчас мы налоговые аукционы, что? Третье. Налоговые аукционы – это большая халтура, которая абсолютно, по сути, преступна. За менее чем 3% собственности распродали всю страну. В результате Прохоров получил свой огромный жирный кусок от Чубайса и всех остальных. И зарплаты и пенсии вложены в акции. Но вопрос не могу не задать. В 90-е годы команда молодых ребят, практически моих ровесников, могли из страны сделать всё, что угодно. Они могли построить Лихтенштейн или Америку, они могли сделать Великобританию или Исландию. Они построили воробскую коррупционную модель, где суды скупались на корню и принадлежали конкретным альгархическим группам. Поэтому всегда было выгодно судиться только там, где ты сидел. Где покупали управлениями КГБ, милиции, когда скупались прокуроры и когда судьи, те самые, которые во многом сидели на деньгах, стали пожирать их родивших, вдруг стали все кричать, где же честно. Михаил Ильич, а что вы вдруг сейчас одумали? Ведь все знают, что ни одно крупное состояние в нашей стране, нет, не цитирую Ильфа Петрова, не об этом речь, но ни одно крупное состояние не может существовать, если власть носом поведёт. Вот власть бровь поднимет и к заводу её мобиле дорогу строить не будет. Власть вторую бровь поднимет, и вы все свои деньги будете вынуждены тратить на то, чтобы объяснять бесконечному количеству проверяющих, что вы точно не верблюд и у вас никогда не было двух горбов. Мы же в России живём. Это точно. Что же вам мешало, что же вы сейчас вдруг решили страну спасать? Все мы вышли родом из Советского Союза, и про рыночную экономику, про демократию знали только из книжек. Делали демократию и делали попытки построить рыночную экономику, которую мы не построили, к сожалению, до сих пор. Советские люди со всеми стереотипами, которые вышли из коммунистической партии, но наиболее активные, которые хотели изменений. Сейчас прошло 20 лет. Мы теперь понимаем, что мы хотим ездить в Европу без виз, мы хотим иметь выбор в политической системе, мы всё это хотим иметь здесь и сейчас. И это сейчас можно сделать. Выросло поколение, которое не знает, кто такой Ленин, и слава Богу. Вот с этими людьми вот сейчас можно построить классную, модную, современную страну. Выросли из советского времени, научились воровать и коррупции, а теперь вдруг стали умные и поняли, что надо ездить в Европу. Я научился честно работать. Понятно. И много. Понятно, Володя. И вам очень короткий опрос. Слушайте, давайте прямо вот так, без лукаса. Вот эти выборы, которые были в Думу, несмотря на все фальсификации, да самые честные из тех выборов, которые были за последние 15 лет. Всегда вбрасывали, вбрасывали страшно много, Москва при любом Лужкове голосовала вообще так, что можно было смеяться, не переставая. И что-то вы все тихо, спокойно сидели, никуда не выходили, ни с каким левым фронтом не объединялись и отлично заседали в Думе. А то вдруг почувствовали, что народу как-то некомфортно, и 70 тысяч вышло на улицу, и все стали пристраиваться. И все вдруг фальсификации заметили, и Думские партии тоже. Сдайте все свои мандаты. Все сдайте свои мандаты, уйдите из Думы, развалите их. Володя, о результатах предшествующих выборов мы обобщили 10 тысяч грубейших нарушений. Огромный ворох документов лежит в Европейском суде. Европейский суд принял, согласился и рассматривает. Более этого, с местных выборов по Мордовии добавилась еще одна папка. Заявили, рассмотрим, но тем не менее затянули. Что касается этих выборов, сверху было поспокойнее, на вашем канале были полноценные дебаты. Что касается внизу, всю грязь, которую сочинили, придумали, размазали по всей стране. Мы настояли, чтобы Чуров вместе с силовиками 27 января отчитался в Думе. Это гениальное умение не отвечать на четко поставленный вопрос, это талант. Еще раз, предложили, предложили сформировать выборную комиссию на паритетных началах. Можем взять и Прохорова. Мы предложили установить контроль от места проведения выборов до счетной комиссии, чтобы там тоже были все наблюдатели, включая журналисты. Спасибо вам большое. Прежде чем подвести итоги голосования телезрителей, позвольте представить нашего третейского судью, это поэт и публицист Юрий Кублановский. Юрий Михайлович, прошу. Скажу честно, что ни один из претендентов на президентское кресло не убедил меня в том, что он этого достоин. Безусловно, у каждого есть какие-то свои плюсы, есть свой здравый смысл, но в целом это место требует гораздо большей от человека значительности. Вот господин Прохоров не так давно сказал в одном интервью, что он точно знает, куда он не пойдет, приехав в новый город, не пойдет в музей. А ведь музей это сокровищница национального духа, это ризница национальной культуры. Да как же может быть президентом страны человек, для которого музей жупил? Вот от этого и получается, что тот же господин Прохоров в спортивном костюме поет «Давай Россия, давай красивей». Ну разве это президентское дело? Ну а уж о господине Зюганове, что ты скажешь? Понимаете, сто раз ему говорили здравые люди, переходите на социал-демократические рельсы, становитесь социал-демократом, откажитесь от кровавого большевистского прошлого, от пыток, от гулага, от пролития братской крови. Нет, не отказываются и каждый год ходят и возлагают цветы к мавзолею Ленина, одного из палачей отечественной истории. Так что честно скажу, я считаю, что кто должен быть президентом России, это еще большой вопрос. Спасибо большое. Ну, кто должен быть президентом России, я надеюсь, удастся узнать после подсчета голосов 4 марта, честного подсчета голосов. Ну а сейчас вы узнаете, кого поддержал народ на сегодняшней передаче. По результатам интерактивного голосования с минимальным преимуществом победил Геннадий Зюганов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова